То же самое. Стараюсь начутать эту точку. Просто так. Немножко. Как вариант. Вариант его нужно тогда, когда человек упоминал на это хорошо. Потому что это на работе. Это всего лишь выточку, не более того. Это даже хрустки не будет. Я знаю. Почему? Да. Вот просто смотри, как вариант. Можно, если ты не хочешь, например, хрустеть, да? Можешь просто потянуться. Кожа мягко лежит. И стоишь, можешь упор одной ногой сделать. Пушетку. С такими легкими воротами. Ищешь, где у него там напряжение. И так тянешь на себя чуть-чуть. За основанием черепа. Угу. Тянете, Дима? Угу, хорошо. Попробуй, мягко так. Мягко натянуло, мягко отпустило. И полотенце его желательно не выпукать. Да, ни в коем случае. Конечно. Что-то мы не сосклизмали. С чем? Не вели. Татьяна, вот такое упражнение тоже. Сейчас. Попробуй. И в инстаграме углы. Я уже сходка. Вот это? Да. С полотенцем? Да. Наверное, угол на себя чуть-чуть. Ну вот. Больше на себя, да. Не спеши. Чем быстрее, тем меньше расслабится человек, когда меняются вес и положение. Так. Татьяна, будешь пробовать? Да. Давай быстрее. Давай быстрее. Время идет. Скажи, как тебе стоит. Так, что может. А это все угодно. Великий мастер у нас. Учитель может подойти. Стоп. Внимание. Делайте. Снимаю. Мягко, мягко. И чуть-чуть, чтобы голова прокинулась вниз вниз. Отсени на себя. Вот так. Вот видишь? Как больше обнимаешь череп. Какие ощущения? Потом выберешь. Тянется, да? Смотри на меня. Сейчас. Страшно, конечно, если это. Летит. Если что? Оно не светильное. Смотри, а еще вот так вот прыгай. Приготовились? Делай. Вообще хорошо. Поздно. Все, хватит. Давайте это заканчивать упражнение. Не бросайте человека. Не бросайте. Видите, бросила. Надо помочь ему встать. Подложить под голову. А вот ты чего, Олег? Я подхватил. Ты сбежала, интересно. Все, я сбежала, да. Все, экзамен не сдала. Двух. 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 Позор. Специалист. Ты скручивание умеешь делать, да? Сделай, пожалуйста. Покажи, как ты это делаешь. Наташа. Так. Поясница. Даже с полотенцем, да? С полотенцем хорошо получается, да? Вот. Видели? Угол, да, такой, чтобы голова опрокинулась больше вниз. Потому что... Чертитно. По-моему, вот так, да? Насколько? Угу. Плохо, пока. Ну, лучше вот так. Несколько? Несколько способов. Да, это руку назад. Дави, не в хоп. А куда я тебе говорю? В там. В там. В там. В там. Где она заканчивается, да? Держись. Нет. Смотри. Ну, вообще, можно так положить, да? Я бы немножко голову по-другому положил. Почему? Нет. Ну, есть такой вариант. Делай так сначала. Это один вариант. Приготовилась. Вот. Рука не должна соскальзывать. То есть, специально держись так, чтобы рука не соскальзывала. Нет. Нет. Она как-то далеко. Да, вот. Вот. Молодец. Девчонки. Да. Так. И на растяжение. Больше сюда еще тянем на растяжение. Здесь. Не больно? Странно очень. Больно? Тянется. Да, тянется. Где тянется? В пояснице? Можете. Скорее всего, здесь вот. Здесь, да? Дальше. Способ. Дальше вот это еще. Выше, да. Вот это такое. Держи. Ну, тут смотри, если человек грустный, тяжелый, да, ему можно свесить. У него только кость тебе живот мешает. Тоже. Тоже, правильно? Да. А вот тут я еще рекомендую, знаешь, чтобы она сама не держалась за стул. А так можно давить? Куда-то давить. Да, можно. Ну, только смотри, чтобы не в кость. Лежит. Чтобы не в кость давила. Просто, как бы, на растяжение. Вот. Здесь, смотри. Здесь я еще, вот, вверх немножко. Не просто на растяжение, а еще чуть-чуть вверх. Ой. Что? Что? Если там давит, то может давить и на ребра. На себя. Либо вот там все ладони взять. А может даже, да, вот так вот. Так, вот так, да? Да. Чтобы мягко его вхлотить. Вот так вот, хорошо, да. Да? И давай тут, довлади до конца. И так вот ее. Теперь. Да у нее уже не хрустит. Уже всякая. Да не надо хрустеть. Не растяжка сейчас. Просто запоминай. Вот так. Раз. Сюда. Не бросай, если, по-тапонечку. Сама клади ее, да. И хочешь попробовать с той стороны? Конечно. Или пусть она лучше перевернется? Могу я перевернуть? Перевернемся. Нет, нет. Стой. Наташа перевернется. Да не в этой стороне. К нам, вот на этот бок ложись. На какой-то левый бок, да? Левый бок? Да. Да. Только смотри. Чем ты будешь хватать с этим? Ты можешь взять локтем прямо вот так вот под эту косточку, да? Да. И давить. Тут давить в ту сторону, как бы. Протягонально. На растяжение еще. А рука пусть свисает? Это как хочешь. Руку можно вообще положить за голову. Да. Сесть. На что давить? Давить на что? Дави на плечо вот с этой части. Да. Вот согласна, что лучше насюда. Да. А тут локтем, да? На себя. Локтем на себя. Тяжело. Тяжело. У вас на тебя голову, да? Тяжело. Теперь смотри. Вот эту ногу. Лежи, лежи. Сама ничего не делай. Берем, да? И немножко так и перевращаем. Щупаем вот этот нижний оттен крестницы, да? Да. А этот нет защемлен от седалищины. Ты можешь нам сказать вот здесь, да? Где-то здесь, да? Вот здесь. Вот нашли это место. Находим его здесь. А теперь будем через него давить. Колен чуть назад. Чем ниже мы хотим давить, тем ниже чуть-чуть коленка надо. От перпендикуляра тела. Изначально правильно, когда у нас перпендикулярное бедро, да? Хотим ниже, чуть ниже. Хотим выше, чуть выше поднимаем, да? Угу. И давление такое же. Только мы уже на ротацию позвонки берем. Вот, нашли их. Ну как? Хорошо. Мне кажется, это соль. Хорошо, есть растяжение. Попробуй. 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 Сначала покрути бедро. Настюр. Ты увидишь, там такие мышцы, они будут более такие плотные, зажатые, маленькие. Позвонками. Да. Вот здесь, которые я рисовала. Здесь вот. Угу. Он правильно трогает? У меня нет. С той стороны позвонков, да. Правильно. Обратная. Обратная сторона позвонков, да. С той стороны. Угу. Возьми вот так вот. Можешь упереться бедром или в живот. А вот эту точку, да? Вот сюда вам таить? Да. За позвонками. Да. Да. За позвонками. А ты куда-нибудь куда что-ли перей? Да. За позвонками. Правильно? Правильно. Ну, на мышцу, чтобы позвонок подхвативался. Правильно? Да. Правильно. Да. Я в этих случаях прямо туда пальцем впиваюсь. Да. Да? Получается? У меня получается, но для меня это сложно. А теперь вот так. Стой. Вот так. Смотри, вот тут теперь. Видишь? Я сейчас покажу. Вот положи сюда пальцы. Угу. Где они стыкуются с крестцом? Не видишь? Вот нога вот здесь. Так. Пальцем щука. Пальцем заходят глаза и ощущают. Видишь? Да. Вот тут раз. Пошло больше напряжение. Угу. Чувствуешь? Вот. Теперь вот так и скручиваю. На себе. Ну, мне что? Что-то втыкнулся. Я втыкнулся. О! Заняла место. Ну, ты тут давишь на лимфу и лучше вот сюда давишь. На дути. О! Вот так лучше. Вот так лучше, да? Вот. Видишь? Все. Молодец. Можно вставать медленно. Да. Спасибо. Ну, желательно взять коленки и прижать в груди сейчас. Да. Я уже так чувствую. Я сама уже так хотела сделать. А. Ну, знаете, да? Знаешь такое? Только не резко. Не, смотри. Если ты катаешься, у тебя работает напряжение на грудной отдел, да? А если мы хотим на поясничной отдел, то плечи лежат. Сама лучше не бери. Татьяна, смотри. Плечи лежат. Сейчас мы на поясничной отдел. Я на грудной, а на поясничной. И прижимаем вот эти, как можно ближе. Вот. Вот. Отлично. Теперь вот так. Микродвижения. Вот такие, да? Микродвижения. Так я хочу попробовать. Очень здорово. Вот так вот нажать. Именно в паре. Только не было. Вот так вот нажать. И я смотришь. Медленно делаешь. Так. Вот смотрите, еще небольшой нюанс. Покажу, да? Если у вас руками клиент обхватывает, да? И еще их голову поднимает, то, соответственно, у него работает сейчас напряжение идет на грудной отдел, да? Тут можно его покачать. Или он сам может покачаться любого-либо, да? Если хотите на поясничный отдел, то разгружаете вверх. Верхняя часть просто лежит. Нижнюю прижимаете пятки как можно ближе к попе, да? И вот уже вот такими микродвижениями уже чувствуется поясница, да? Да, очень хорошо. Поясница тянется. И не только поясница, но вообще вся эта часть. Потом немножко смещение спиралевидное, что ли, как бы. Потом боковое смещение, тоже спиралевидное, то есть я на себя все равно, да? Да. Но больше как бы идет уже вращение вот в этой плоскости. Теперь в этой, да? Да. Понятна разница, да? Вот. И можно по очереди. Ухожить? Да. Как это называется? Пассивная гимнастика, да? Да. Пассивная йога. Некоторые вот так вот называют это. Пассивная йога. Некоторые вот так вот называют это. Очень много упражнений. И вот такие. И вот такие. Убираемся в бедро. Тут та же. Так же можно хрустить крестца хрустнуть уже. Видите где? Вот здесь уже хрустает ниже. Крестца. Не обязательно надо вводить так хрустать. Не надо. А может вся спорт. Нет. Я тебе не доложу. Татьяна, ну ты вроде как бы это все знаешь, да? Да, это статистические техники. Ну ты так делаешь или не так? Ты же не так делаешь. Нет. Я вообще так не делаю. Зачем? Вот. Вообще тут надо начинать с права ноги. Если ты уже это делаешь, то это минимум массаж уходит 2-3 часа. А у меня клиенты по часу, ну куда мне еще вот такие. Всякие. Ну смотря какой массаж. Ты что? Я одинаковый массаж делаю? Я сначала договариваюсь, что мы будем делать. Нет. И в то же время укладываемся. Конечно, там договариваюсь по-разному. Больше массаж кому-то нравится, а кому-то растяжки. Да. Или колец. Я вот это, знаешь, вот это все вставляю 3-4 минуты в конце общего массажа, например. Нет, ну можно. Этого хватает. Можно. Вот это тянется, смотрите, все мышцы сзади, да? От икры, от архилового сухожелия прямо до, ну, до самой верхней попы. Ну это все статистические техники. Да? Да. У меня даже есть распечатка. Вот эти все. Потом. От икрышки. Уже. Так вот это массаж не считается. Да, да. Делай, не делай. Массаж? Ну да. Почему я называю мануальный массаж? Я тут включаю, понимаешь, и это все идет в воздействии именно на крестцовое тел позвоночника. Далее. Мой крестец. Расшатываем. Вот так по очереди. Тянем друг на друга. Можно сразу обоими руками, и тут я добавляю свою спину и свой с колес немножко поправлю. Прямо даже можно накачаться. Нужно даже вот эти вот так называемые мышцы спины, вот эти вот, тоже подкачать за счет человека. Если все равно у него, у вашего пациента остается боль, да, достаточно в полистинечном отделе, тогда берете, смотрите, как еще делаете. Упираете его бедро в себя, в свою подвздошную кость, да? А вторую руку, вторую ногу руками прям тянете. Вот сейчас очень мощное воздействие идет на расшатывание вот этих крестцовых косточек, где они стыкуются с тазовыми костями. Это очень, кстати, похож на танец и тела, понятно, что у нас это делают. Да. Запомнили, упираете в себя и растягиваете за счет силы рук. И можно чувствовать, как у тебя там здесь, здесь все суставы работают, все такие тик-тик-тик. У нас суставы. Все. У нас суставы. Все. У нас все фигменты, что может шевелиться. Да. И еще вот, я показывал в прошлый раз, люди покупают тренажер такой, кладут на него ноги и он так… Пррррррр. Вот так, вот так выпают. Так, пока человек синизер смотрит. Зачем покупать тренажер, если есть вы? Зачем покупать тренажер?